От беспилотников до макетов современных жилых комплексов в Петропавловске, где сейчас проходит Международный инвестиционно-строительный форум, открылась крупная выставка. И участники местные предприятия готовы к сотрудничеству с зарубежными партнерами. Наш собственный корреспондент Наталья Волкова на связи со студией. Наталья, приветствую. Кто и откуда потенциальный инвестор? Расскажите, какая реакция? Здравствуйте, Патагос. Большинство инвесторов это зарубежные, сейчас подробнее об этом расскажу. Сегодня у нас на форуме представлена масштабная выставка продукции предприятий, обрабатывающей промышленности и строительной индустрии. В том числе это и макеты будущих жилых комплексов с паркингами и детскими площадками. И также изготавливаемые местным заводом тяжелого машиностроения беспилотники, которые могут делать не только фото и видеосъемку, но и транспортировать грузы и оценивать, давать оценку стихийным бедствиям. С экспозицией участники гостей и гости форума уже ознакомились. Всего на Казужар инвестмент форума 2024 прибыло более 200 участников. В основном это казахстанские и зарубежные предприниматели, которые работают в отраслях обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и строительной индустрии. И о том, какие проекты будут реализованы по итогам сегодняшнего форума, нам расскажет руководитель управления предпринимательства региона Ильдар Исмогулов. Ильдар, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, нам известно, что сегодня будут подписаны 14 меморандумов. Расскажите, какие это будут проекты и как скоро они будут реализованы в регионе? Да, действительно, сегодня в рамках поручения главы государства о запуске нового инвестиционного климата проводится Казужар инвестмент форум. На форуме принимают участие порядка 200 участников. Также спикерами выступают иностранные инвесторы, которые выбрали наш регион для реализации своих проектов. Сегодня мы планируем подписать порядка 14 меморандумов с общей суммой проектов 130 миллиардов тенге или порядка 300 миллионов долларов, можно сказать. Данные проекты, 14 проектов, они в основном направлены на обрабатывающую сферу, сферу обрабатывающей промышленности, ну и также есть и несколько проектов по строительству. Общая их сумма 130 миллиардов тенге? Да, порядка 130 миллиардов тенге. Данные проекты будут реализованы преимущественно на территории свободной экономической зоны Казужар, которая, как вы знаете, создана в 2019 году. И выступает одним из активных инструментов привлечения инвестиций в наш регион. А все ли эти проекты будут новые для нашего региона? Большинство проектов, безусловно, будут новые. Особо можно отметить, как вот сегодня вы заметили, спикер выступал, это проект по производству кормовых дрожжей. Итальянские инвесторы, компания Просов. Это очень, в первую очередь, продукция, а также актуальна для нашего региона в плане животноводства. Спасибо большое за полные ответы. Ну а сейчас все наши гости находятся на пленарном заседании, по итогам которого инвесторы заключат соглашение путем подписания двусторонних меморандумов. Их будет 14, а это значит, что в регион придут 14 новых проектов. На этом у меня все. Вот огласит. Спасибо большое, Наталья. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Наталья Булкова.